Лейтмотив. События недели в подробностях. Интернета нет. На этой неделе в России оказались незаступными популярные сайты в зоне РУ. Что вообще происходит и сможем ли мы жить без глобальной сети? Красота требует лицензии. В России предложили ужесточить контроль над домашними мастерами маникюра и парикмахерами. Станут ли от этого их услуги более качественными? Невозвратные тарифы хотят ввезти в российских отелях. Подешевеет ли стоимость номеров? Здравствуйте. Рада всех приветствовать. В студии Руслан Бостров и Александр Ельшевский. Это программа, в которой самое важное мнение наших слушателей. Причем очень популярная. Яндекс, Сбербанк и так далее. В зоне РУ. В общем, большая часть зоны РУ, можно сказать, легла у нас. Ты каким-то образом на себя ощутил эту историю? Я ощутил эту историю очень неприятным образом, потому что именно в этот день я пошел на выставку «Россия». Наконец-то я на нее собрался, чтобы насладиться всеми красотами. И так как навигация, на мой взгляд, на этой выставке, так сказать, на любителя, я пытался зайти в интернет, чтобы посмотреть карту вообще всей этой истории, всей этой выставки. И у меня ничего не получалось. Я думаю, что такое, может быть, на ВДНХ просто очень много народу, какие-то сбои сотовой связи. И уже потом я узнал, что нет. Дело в том, что сбой-то глобальный. Конечно, все начали сразу же переживать. Телеграм-каналы, соцсети кипеть. Это потом уже, когда они начали восстанавливаться. Дескать, как нам жить без интернета? Что же нам делать? Ну, слушайте, а вот действительно, без интернета мы способны ли выжить? Давайте проголосуем на нашем мобильном приложении. Сильно ли ухудшится качество вашей жизни без интернета? Голосуйте. Вот прямо сейчас я запустил уже опрос. Хотел спросить, сможете ли вы жить без интернета? Ну, подумал, ну ладно, жить-то, наверное, сможем как-нибудь. А вот качество жизни пострадает или нет? Удобно жить. Дело в удобстве скорее. Да, голосуйте. А мы пока подключим к нашему разговору экспертов. К нам присоединяется генеральный директор компании «Закурион», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Алексей Викторович, здравствуйте. Вы у нас по видеосвязи. Очень приятно вас видеть. Здравствуйте. Но, видимо, нет, всё-таки есть какие-то проблемы сейчас с интернетом. Но вот осталось аудио на лайте. Алексей Викторович, слышите ли вы нас? Мы вас увидим прекрасно, как вы. Видимо, никак. Но, видимо, продолжается. Всё-таки продолжается история. Вообще, это очень в контексте нашей программы. То, что сейчас происходит, очень-очень даже показательно. Но, опять же, на самом деле, вот к слову про удобство. Вот прямо в нашей с тобой работе есть понятное удобство. Так, мы сидим в студии, человек сидит у себя дома, никто никуда не ездит по Москве заснеженной, сквозь пургу метель и мороз. И мы при этом лицом к лицу говорим с человеком, видим его эмоции, как-то общаемся. Я отобью эту историю. Во-первых, видеотрансляции на радио, они стали популярны в последние 5-10 лет. Но вообще история, честно говоря, спорная. Вот на мой субъективный взгляд, всё-таки радио – это радио. Вот все эти видеопримочки к радиостанциям, ну, такое. Это моё личное мнение. Поэтому, я думаю, особенно вот именно наш эфир бы от этого не пострадал. Слушали бы по радиоприёмнику. Что касается нашего гостя, вот уважаемого Алексея Викторовича, я так понимаю, связи-то мы с ним налаживаем, я спрашиваю наших. Да, стараемся, хорошо. Вот, также, уважаемый Алексей Викторович, вышел бы нам в прямой эфир не по видеосвязи, а по старому, доброму телефону. И я уверен, что сбоев там было гораздо бы меньше. И мы бы уже говорили... Приходилось бы воображение напрягать, представлять себе человека, его эмоции. Это не напрягать, это тренировать. Вот радио – это прежде всего магия голоса. Когда тебе всё видно, всё понятно, знаешь, это совершенно просто и не очень интересно. А вот включать фантазию, представлять этого человека с красивым голосом. Ну, я сейчас не в ту немножко степь, да, ухожу, но в общем и целом, я думаю, все вы понимаете, о чём я. Пожалуйста, голосуйте. Хорошо, здесь бог с ним, ладно. Здесь, возможно, и правда, на радио это не самое главное, и магия того самого голоса, она работает. И опять же, что самое главное, радио ведь можно слушать, не отвлекаясь от дороги, к примеру. Но с другой стороны, а вот едешь ты по Москве, той самой заснеженной, к примеру, к нам на выпуск, а интернета нет. Так GPS нет, и нормально уже. Да, и сколько у всех нет. В центре Москвы, вот я опять был в центре вчера, нет, ну все живут как-то, и даже курьеры приспособились. Да, но так-то ты понимаешь, что вот есть какие-то пробки, да, ну и ты как-то выстраиваешь. Да, потому что они есть, товарищи, давайте мы скажем друг другу правду в глаза. В Москве пробки есть всегда. Но ты не знаешь, где они есть? Везде. А, в Москве, да? Да, особенно если я иду в центр, я понимаю, ну если в Москве пожить хотя бы несколько месяцев, ты уже примерно понимаешь, где эти пробки есть, а точнее, те редкие места, где их может не быть. Не знаю, давайте к нам подключать, всё-таки попробовать ещё раз гендиректора компании Закуриона, эксперта по кибербезопасности Алексея Раевского. Алексей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по телефону человек, вот по телефону, наконец-то, Алексей Викторович. Скажите, пожалуйста, во-первых, объясните, пожалуйста, нам на пальцах, вот прям для людей, которые, допустим, вообще ничего в этой сфере не понимают, что произошло с зоной Ру на этой неделе, потому что многие телеграм-каналы перепащивали одно и то же, я так понимаю, из Википедии фразу, что сбой в DNS-сек, и вот что такое DNS-сек, определение они перепащивали, ничего не понятно. Объясните нам, пожалуйста. Ну, есть вот такой сервис DNS, он нужен для того, чтобы переводить символьные имена в интернете в IP-адреса, потому что вот когда вы набираете в браузере, например, www.vestfm.ru... — Вестифм.онлайн, да. — Ну, хорошо, вестифм.онлайн, в принципе, в интернете нет такого как бы адреса. — Есть IP-адрес у этого сайта? — Есть IP-адрес, это четыре цифры, и вот DNS-сек — это как раз служба, которая переводит символьное имя вот в этот IP-адрес, четыре цифры. — Четыре цифры, в смысле, там же не четыре цифры в IP-адресе. — Четыре цифры, каждая цифра от 0 до 255, через точку их обычно записывают. Но не суть, там есть уже IPv6, это неважно совершенно. Суть в том, что вот как раз, ну да, DNS-сек — это, собственно, расширение вот этого сервиса, потому что он появился когда-то очень давно, на заре интернета в 60-х годах, и там безопасность вообще не была никак предусмотрена, и хакеры этим пользовались. Поэтому вот сделали расширение этой службы DNS-сек безопасное. Ну а там, где безопасность, там всегда повышенный риск сбоев. И вот здесь как раз мы имели дело с таким сбоем. — Но эта служба, она базируется где? Физически? В России или это зарубежная служба? — Она базируется везде, в принципе. То есть каждый владелец сайта, каждый владелец домена, он свою DNS-зону для своего домена хостит сам. Ну он может обращаться к хостинг-провайдерам, может сам у себя вот просто дома или в офисе сервер настроить, специальный DNS-сервер, и он будет вот выдавать ответы на запросы. Эта вся информация кэшируется, то есть нам для того, чтобы узнать IP-адрес, например, вести.онлайн, не нужно обращаться к самому домену вести.онлайн. То есть эта информация распределена, она, в общем-то, хранится везде. — Но сбой-то произошел где, собственно говоря? — И почему именно в зоне РУ стали недоступны сайты? — Он произошел, собственно, вот в этом протоколе DNSSEC, потому что там протокол — это правило, по которому две стороны друг с другом взаимодействуют. То есть одна сторона что-то посылает, другая сторона что-то отвечает. И наоборот. При этом вот эти вот протоколы безопасные, там включено шифрование. То есть не только посылать, отвечать и формат этих данных, а еще что зашифровать, каким ключом, каким алгоритмом и так далее. И вот по данным Минцифры как раз был сбой вот в этих функциях шифрования. То есть не могло это все правильно зашифроваться или расшифроваться, а без шифрования протокол не работает. Это вот примерно как HTTPS протокол. Вы когда заходите на какой-то сайт, если там не включено шифрование, он вам будет выдавать грозные предупреждения и так далее, и так далее, что все это небезопасно. Но вы при этом можете сказать, да, я все равно понимаю риски, я все равно хочу продолжить. А в DNSSEC такого нет. То есть там если шифрование не работает, то протокол тоже не работает. А почему этот сбой мог возникнуть? Ну, чаще всего это проблема либо с обновлением конфигурации, либо с обновлением программного обеспечения. То есть когда выходит какое-то обновление, его устанавливают и все перестает работать. Это, в принципе, довольно-таки частая ситуация, поэтому обычно все обновления сначала тестируют. Где эти обновления, где они были поставлены, эти обновления? Они были поставлены, вот, собственно, в корневом каталоге, к которому все обращаются изначально за вот этой информацией. А кем они были поставлены? Организацией, которая занимается эксплуатацией этого каталога, то есть координационный центр российского сегмента. Есть такой координационный центр российского сегмента, да? Ну да, дело в том, что интернет – это как бы такая немножко саморегулируемая организация. И хотя, конечно, все там, все это под эгидой как бы Минцифры, все имеют лицензии, но с формальной точки зрения эти организации, они саморегулируемые. То есть в них входят обычно управляющие какие-то структуры от провайдеров основных, от интернет-провайдеров, от хостинг-провайдеров. И вот это такие, получается, как бы общественные организации. Оно, или я не очень в этих организационно-правых формах разбираюсь, но вот что-то из этой серии. Так, а почему именно зона РУ была недоступна? Почему там ни кол, ни что-то еще? Потому что у нас свои алгоритмы шифрования, свои процедуры для этого используются, свое ПО, и западное мы не хотим использовать. У нас, собственно, по этой причине еще и многие сайты сейчас не работают, потому что сертификаты западные либо перестали действовать, либо их владелец сайта не хочет использовать. А наши российские сертификаты еще далеко не у всех есть. А как же так получается, что, ну вот хорошо, у нас есть некая программа-переводчик, которая человеческий язык переводит на язык компьютерный тех самых цифр. Ну и шифрует все по дороге, чтобы злоумышленники не могли это украсть в процессе. Вот у нас есть некая саморегулирующаяся организация, у нее, вероятно, есть какие-то серверы, наверное, провайдеры, в общем, как-то с ней взаимодействуют так или иначе. Она устанавливает у себя обновление. Это обновление, видимо, недостаточно протестировали, возможно, может быть, еще какие-то проблемы, но оно ломает целый ряд разных служб, потому что дело же не только и не столько в том, что мы, я не знаю, не могли зайти в ВКонтакте или еще что-то такое, просто какие-то сайты для любопытства перестали работать, какие нам нужны. Ну, к примеру, лично я столкнулся с тем, что не работала одна из систем отслеживания заказов, оплаты не работали, да? То есть, такие довольно ключевые для экономики, на самом деле, вещи. То есть, вот каким образом так происходит? Ну, вы знаете, никто не совершенен, на самом деле. То есть, время от времени все равно сбои случаются. Человеческий фактор, ну, его очень сложно исключить, в принципе. И в любом случае, где участвует человек, а в разработке ПО и в его настройке он участвует. Это не обязательно, кстати, была какая-то проблема в ПО. Может быть, его настроили как-то некорректно, конфигурационный файл, там какую-нибудь ошибку допустили, и вот так вот все получилось. Но, в принципе, конечно, вы правы. Это очень неудобно, очень неприятно. Но не надо забывать, что все-таки интернет – это не система, которая гарантированно работает 100% времени. И вам ни один провайдер, ни одна служба этого не обещает. Поэтому... А без интернета-то как? Вот представим, Алексей Викторович, не дай бог, да, что-то там сбой случится вот такого же масштаба или еще более масштабного. Что произойдет с нами в плане инфраструктуры, с нашей жизнью? Ну, я думаю, что фатального ничего не произойдет. То есть, конечно, да, будет неудобно. Будут какие-то там, может быть, заказы задержанные, потерянные. Может, там на такси кто-то, такси не сможет кто-то вызвать. Что-то такое. Но я думаю, что никто не умрет из-за этого. Ничего не взорвется. И, не знаю, там электричество, тепло и газ не отключатся. Ну, а разве управление электросетями, газовыми сетями не задействован? Там интернет, банковские операции, вот вы говорите в соцсети. Но вот все-таки эта инфраструктура огромная, движение денег. Но, опять-таки, смотрите, зависит от того, сколько по времени длится этот сбой. Если его за несколько часов устранили, ну, как бы, это, мне кажется, вообще говорить не о чем. Молодцы ребята. То есть, конечно, плохо, что они это допустили. Но молодцы, что быстро среагировали, быстро все подняли обратно. Если это, конечно, будут длительные сроки продолжаться, ну, не знаю, дни или уж тем более недели, конечно, это будет уже проблематично. Потому что мы в банк уже отвыкли ходить ногами. И мы привыкли все операции осуществлять дистанционно с использованием интернета. Но, опять-таки, в этом ничего страшного нет. Вот, ну, наверное, вот люди старшего поколения, я вот помню времена, вот я платежки в банк носил ногами. Печатал на бумаге в четырех или в пяти экземплярах, расписывался, ставил печати и ехал в банк. Вот. Поэтому, ну, это, конечно, неудобно, это много времени сжирает. И ужасно все. Но, в принципе, надо к интернету относиться не как к какому-то вот жизненно необходимому инструменту, а как просто к удобству. И тогда проще станет смотреть на эти вещи. Спасибо вам большое, гендиректор компании «Закурион», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Посмотреть-то мы можем, конечно, как угодно, но по факту-то вся жизнь, вся наша технологическая часть нашего существования, она без интернета как-то не мыслит. Ну, скажем так, большая часть ее удобства. Ну, хорошо. Теперь про психологический аспект. Там присоединяется кандидат психологических наук, доцент президентской академии РАНХИКС Кристина Иваненко. Кристина Александровна, здравствуйте. Руслан Александрович, добрый день. Добро. Если мы представим, что случится какой-то глобальный сбой еще раз, как мы выживем психологически? Конечно, человечество за последние 10-15 лет заработало себе хороший уровень интернет-зависимости. До сих пор это не включено в реестр заболеваний психиатрических. Я сейчас еще раз дополнительно перед нашим разговором проверила. Да, действительно, в МКБ-11, это последняя версия вот этого огромного реестра всех заболеваний, есть игровая зависимость от видеоигр, от компьютерных игр, но пока что нет интернет-зависимости. Может быть, в следующем пересмотре это уже изменится. Но все равно, конечно, вот это слово «зависимость» мы используем, и когда что-то отключается, нам становится тяжко всем, потому что у нас некая вот эта обсерсивно-компульсивная история, когда мы навязчиво проверяем, гуглим и смотрим, вводим в поиск, что-то отправляем. Конечно, это сформировалась привычка очень сильная. Ну и плюс функционально, то, что вы сейчас обсуждали с экспертом, функционально все вот эти такси-доставки. Конечно, мы к этому очень привыкли, и отказываться от этого очень сложно, потому что это все стало удобно. Ну, опять же, да, вот есть такой международный день без интернета. Он, кстати, отмечается в последние воскресенья января. Чуть-чуть раньше был день без интернета у нас, во вторник, а мы это и не поняли. Вот, соответственно, ну, вероятно, в мире каким-то образом думают по поводу того, что вот человечество столкнулось с такой новым видом зависимости. Ну, это в любом случае зависимость, да, потому что, может быть, это и привычка, и зависимость, как угодно это называть, но это по факту так и есть. Но, наверное, каким-то образом, да, существуют способы, ну, не то чтобы бороться, ну, хотя бы делать ее меньше для людей. Как-то посоветовать что-то, может быть, можно? Про день без интернета — это как день без пробок. Вы пробовали когда-то выезжать в город в день, который, не помню какого числа, объявлен день без машин. Да, день трезвости, так даже. Так что эта история не уверена, что работающая, но, да, внимание привлекает. Я думаю, что первым шагом надо поставить себе условный диагноз. Все-таки у вас лично зависимость или нет. Как это проверить? Основным критерием является, насколько легко вы из виртуальной реальности выныриваете, если в реальном мире что-то происходит. Ну, например, звонит домофон, и вас супруга просит, открой, пожалуйста, дверь, я занята. А вы в это время в интернете. Насколько вам легко оторваться? Неважно, чем вы занимаетесь, вы что-то исследуете, у вас какая-то связанная с работой деятельность, или вы играете, или вы в соцсети, или вы переписываетесь, смотрите видео, неважно. То есть насколько вы легко можете отвлечься? Это раз. И два, как вы субъективно оцениваете, мешает это вашей жизни, или наоборот повышает ее качество. Если при трезвой критической оценке кажется, что что-то все-таки другие сферы жизни страдают, вот тогда можно себе поставить пока что вот этот неофициальный диагноз, но интернет-зависимость, и начать с этим что-то делать. Что делать? Ну, устраивать детоксы. Я не могу придумать более русского слова. Давайте вместе это сделаем. Какую-то интоксикацию. Нет, наоборот, детоксикацию. Ну, в общем, освобождение от интернета хотя бы на какие-то периоды. Например, раз в неделю полностью всю субботу вы проводите без смартфона и без компа. Или по вечерам каждые три дня у вас вечер с книжкой. Очень важно себе самому это делать, чтобы это не было насильственно. Не надо вашим детям извне ставить такие рамки и правила. Каждый тут играет сам с собой, вводит гиммификацию. Можно себя награждать за успешно прожитые детоксы, устроить себе какие-то правила игры. И на самом деле по опыту это помогает, потому что это позволяет нашей психике немного очиститься. Дофаминовые рецепторы освежаются, вспоминают, что есть другая стимуляция, не только такая виртуальная. И нам становится полегче, мы становимся более критическими, критичными. И контакт с реальностью чуть возвращается. Спасибо вам большое. Кандидат психологических наук, доцент президентской академии Ранхикс Кристина Иваненко была у нас на прямой связи. Да, только книги лучше, конечно, читать именно физические книги, а не онлайн. Потому что там... Электронные книги на электронной бумаге. Ну, например, если будешь читать книгу в смартфоне, очень велик соблазн, что ты пойдешь опять не по тем ссылкам. Нет, электронная книга прямо... Ну, если такая без выхода в интернет, заблокирована, надежно заблокирована. Ну, тогда, может быть, это и вариант. Ну, что ж, давайте подведем итоги голосования. Но прежде, зачитав несколько ваших сообщений, про банк нам пишут слушатели. Вот помните, эксперт сказал, что ничего страшного, дойдем ножками в банк, оплатим квитанцию бумажную. Мы-то ногами дойдем, а сможет ли банк теперь нас обслужить без интернета? Спрос спрашивает наш слушатель из республики Мордовия. Значит, у меня после обновления ПО на смартфоне прошивка полностью не установилась, у меня не работает мобильный интернет. Это сообщение из Новгородской области. Там, кстати, по ночам иногда вообще 4G не работает. Тут были же отключения на северо-западе страны. Да, спать, потому что ночью нужно. Вот именно. А вас заботятся, а вы этого не цените. Неправильно так. Много очень сообщений по поводу радио. Нужны ли радиовидеотрансляции? Присоединяясь двумя руками, 90% времени слушаю по радио. В моем случае именно так. Установил приложение радио только ради того, чтобы слушать Вести ФМ. Спасибо вам большое. Но можете теперь и набирать в браузере вестифм.онлайн и там также смотреть нас и слушать. И детоксикация от интернета по-русски называется «изгнание бесов», пишет нам Кирилл. Ну что ж, итоги голосования подведем. Я спросил у вас, сильно ли ухудшится качество вашей жизни без интернета. 65% наших слушателей говорят, что да, их качество жизни ухудшится сильно. 35% наших слушателей говорят, что нет, качество их жизни не сильно пострадает. Всем спасибо. Ну и переходим к другой теме. В российских остелях и гостиницах могут появиться невозвратные тарифы. Это очень любопытно, потому что ведь и сейчас же есть тарифы, которые можно отменить только до какого-то вообще числа. А вот дальше они платные, они дешевле, естественно. Но тем не менее, там-то, я не знаю, 5 февраля хочешь куда-нибудь, я вот сейчас специально залез на один из сайтов агрегаторов, да, и там есть действительно тарифы. Вот хочу заехать там 4 февраля, да, вот до 3 февраля можно отменить, а после этого со штрафом, кстати говоря, первые сутки. А теперь ты смотришь, там цены на 4,5, на какой город? Это Санкт-Петербург. О, хорошо. Недорого. Недорого, пока недорого, но мы знаем, что грядёт весна, а весной и летом цены в Питере, конечно, будут совершенно другие. Потому что Питерский экономический форум, центральное событие. Да, да и вообще туристическое место там прекрасно. Белые ночи, отлично. Прекрасно. Привет всем, кто слушает нас в Петербурге. Но мы все знаем, что есть такие тарифы на авиационные билеты, например. Мы покупаем обычно, чаще всего, я думаю, невозвратные мы покупаем, потому что они дешевле. Но, не дай бог, что-то случится, эти деньги вернуть мы не сможем. Хотя это тоже не совсем так, дорогие слушатели. Я думаю, вы об этом знаете, но я расскажу, потому что имел такой опыт. Брали билеты несколько лет назад, хотели полететь, но не смогли по состоянию здоровья полететь. Билеты были невозвратные. Заметьте, невозвратные билеты. И вот с помощью справок от врача, которые, кстати, их неохотно почему-то выдают, что полёт пациенту противопоказан. Но если у него 42 температуры, наверное, полёт это не самое лучшее, что может быть для этого пациента. Это чисто форс-мажор. Да. Ну вот, собственно говоря, я говорю, я получил эти справки все необходимые, поехал в эту компанию, оформил возврат. И действительно, деньги за невозвратные, ещё раз подчеркиваю, тариф, мне вернулись. Все прямо? Все, кажется, прямо, да. А я вот там вот сборы же ещё и топливные. Ну, это я ещё не помню таких подробностей, но больше в любом случае вернулись. Да, да, да. Вот, так что и сейчас это можно делать. Ну, а если введут невозвратные тарифы в отелях, то что это, плюс или минус, подешевеет ли стоимость номеров или никак не поменяется? К нам присоединяется вице-президент Федерации ресторатов-отельеров России Вадим Прасов. Вадим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, невозвратные тарифы в отелях. Объясните, в чём плюсы или минусы этой идеи? Слушайте, ну, на мой взгляд, плюсы, потому что, во-первых, ну, во всём мире невозвратные тарифы используются уже много лет. Мы тоже не один раз обращались, собственно, с такой инициативой и по тем или иным причинам каждый раз нам отказывали. Но вот сейчас, поскольку это вошло в мероприятие дорожной карты в рамках трансформации теплового климата, есть уже такая, наверное, не надежда, а уже нечто более устойчивое, что в этот раз это произойдёт. Причём вы упомянули чуть раньше агрегаторы, на которых, ну, в целом, как ни странно, невозвратный тариф существует. Но отели в своей практике, в прямых продажах, использовать их в начальнейший момент не имеют права. А как же так происходит? То есть, ну, я просто на своём опыте, я там по России езжу какое-то количество времени. Там вот в Владимире я был, в Суздале я был, там везде это точно совершенно было. Вот сейчас вот мы в Питере увидели эту историю. То есть, а кому тогда эти деньги идут? Или это просто пользуется, так скажем, правовой какой-то безграмотностью? Если это бронирование было через агрегатор, ну, то агрегатор там устанавливает свои правила. Вот, если вы бронировали в отеле напрямую, отель может удержать плату за первые сутки и может, собственно, пересчитать там по фактически понесённым им расходам. Но это такая чуть более сложная уже история. Поэтому по факту, если у вас кто-то взял предоплату и вы по тем или иным причинам отменили поездку, вот, сегодня они должны вам вернуть за минусом, собственно, плату за первые сутки. Вот, а здесь всё-таки речь идёт о том, о тех гостях, о тех, собственно, туристах, которые могут позволить себе заблаговременно запланировать отпуск или какую-то поездку. Они знают точные её даты, они не планируют ничего отменять. Вот, и для отеля это, безусловно, такое достаточно серьёзное удобство, потому что создаётся глубина бронирования, и он видит, собственно, не просто, бронь, да, то есть, а бронь подтверждённую, и бронь, которая не будет отменяться. Вот, это, безусловно, отелям помогает планировать свою деятельность на, ну, несколько более, там, продолжительный период. А чем это будет отличаться от того, что есть сейчас? Нет, конечно, это будет отличаться от отеля. Ну, это будет отличаться тем, что на сегодняшний момент невозвратных тариф не существует. Сейчас есть, например, элементы такого употребительского терроризма, когда гость, летя в какой-то город, может забронировать пять номеров в пяти разных отелях, но это в последний момент просто заселиться в один, а остальные проигнорируют. Ну, вот, соответственно, в данном случае введение того же самого невозвратного тарифа, да, то есть, понятно, что уже не достаточного возврата. А вот эти невозвратные тарифы, я так понимаю, что вот, ну, вот сейчас, условно говоря, я забронировал каким-то образом, да, после этого с меня сняли, там, допустим, штраф за первые сутки, если я почему-то не смог приехать, да, а здесь невозвратный тариф полностью получается будет. Получается, да, я хочу тоже уточнить, Вадим Ильич, я бронирую там на две недели какой-нибудь дорогой отель, плачу за это 200 тысяч рублей, не смог поехать, все, 200 тысяч я потерял. Ну, смотрите, в том случае, если у вас точно так же, как, ну, то есть, это же сейчас еще не принятое решение, но вот это заложенная в дорожной карте идея, которая должна быть проработана, доработана, да, то есть, и только после этого уже введена в действие. Ну, вот, поэтому на следующий момент, очевидно, совершенно будут обсуждаться условия, при которых... При которых все-таки можно будет все это вернуть, я так догадываюсь. Ну, то есть, сейчас я так понимаю, что если я вот пользуюсь агрегатором, ну, то есть, некоторым удобством, да, таким, и там с меня, ну, взимают вот эту возможную неустойку, это не для гостиниц, это агрегатор взимает, а дальше каким-то образом уже взаимодействует с гостиницей. Да, агрегатор на сегодняшний момент это сделать, ну, то есть, это практика у агрегаторов на сегодняшний момент есть, вот, или этой практики нет. Скажите, пожалуйста, а почему вы, говорите, раньше обращались с этой идеей, вам не позволяли ее реализовать, в чем причина была? Слушайте, ну, была там отрицательная позиция, там, в разные времена, я уж там все ситуации не вспомню, у нас много очень инициатив было за последние лет 15, вот, пока я там вице-президентом Федерации рестораторов и ательеров являюсь, и, по крайней мере, невозвратный тариф, там, 3-4 раза мы точно абсолютно заявляли, ну, там, позиция Роспотребнадзора, ну, там, позиция, например, там, регулятора, то есть, в любом случае... Нет, а какие аргументы против-то существуют? Ну, такие, что отели будут злоупотреблять использование невозвратных тарифов, ну, вот, я просто считаю, что в текущий момент, там, вы знаете, в современном мире, когда есть возможность выбора, очень сложно злоупотреблять этим, то есть, если вам отель, в который вы планировали поехать, выставил, там, без вариантов, что у нас только невозвратный тариф и других нет, ну, значит, соседний отель вас с удовольствием примет и предложит вам разные варианты, просто опасения-то как раз есть в том, что, первое, будут предлагать это безальтернативно, стоимость на эти номера снижать не будут, деньги не будут возвращать ни при каких обстоятельствах, ну, то есть, это вот такой достаточно типичный набор ситуаций. Но при этом на каждой есть, ну, соответствующее, да, то есть, объяснение, почему этого не произойдет. Но пока... Угу. Хорошо. Хорошо. Еще хотел бы спросить вас по поводу цен. Как они поменяются, если такие невозвратные тарифы будут введены, станут ли отель доступнее? Слушайте, ну, я думаю, что в зависимости от отеля дисконт может составлять от 10% до 30%. Ну, я в среднем, я бы брал цифру 20%. Ну, 20% приятно. Да, да, вполне. Ага. Хорошо. А, значит, дальнейшее продвижение этой инициативы какое? Я так понимаю, что предложение поступило, дорожная карта утверждена правительством уже. Значит, что будет дальше, когда тарифы невозвратные появятся? Ну, там есть, на самом деле, в постановлении правительства расписаны сроки по каждой инициативе. Я сейчас не вспомню именно по этой, но, по-моему, она в пределах календарного года должна быть реализована. В общем, ближайший год тогда ждем. Спасибо вам большое. У нас на прямой связи был вице-президент Федерации рестраторов и отельеров России Вадим Прасов. Да, если точнее сказать, то уже к апрелю должен быть разработан закон, которым будут регулироваться такие невозвратные тарифы. К апрелю разработан. Осенью обещают внести в Госдуму. Ну, да, как наш эксперт сказал, примерно через год ждем таких тарифов. На январские следующие праздники уже можно что-нибудь бронировать. На 20% дешевле. Я уже чувствую приятный вкус этих скидок. Да. Ну, что ж, переходим к другой теме. В России предложили установить требования к самозанятым, которые работают в сфере красоты. Ну, вы знаете, это очень популярной услугой стало в последнее время. Надомные мастеры, макияжа, мастера ногтей, как это называется? Господи. Мастер по ногтям. Наверное, так и называется мастер по ногтям. Да? Ну, мне кажется, да. Хорошо. А вот пускай там слушатели, кстати говоря, женщины напишут, а как правильно все это называется? Потому что мы тут сидим, два мужчины, неотчесанных. Нет, я даже слово забыл, когда ногти делаются. Вылетел из головы, прости. Ладно, не буду позориться. К нам присоединятся. Как же это называется? Генеральный директор Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Татьяна Аверина. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Татьяна Николаевна, вы с нами. Татьяна Николаевна, здесь нет. Я Ляля, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты. Рада познакомиться с вами, Ляля. Взаимно. Хорошо. По ГОСТу специальность называется маникюрша. А по модному мы называем стилист ногтевого сервиса. Спасибо большое. Вот вылетело просто из головы это слово. Но скажите, пожалуйста, вот эта идея ввести сертификацию, лицензирование, она поможет сделать услуги более качественными? Или наоборот в серую зону загонит этих мастеров? В первую очередь хотелось бы обратить внимание, что у нас есть Библия, документ, да, индустрии красоты, который называется СанПин. И он изначально не разрешает оказывать услуги в жилых помещениях. То есть на дом приходить нельзя? Нельзя. Но у нас почему-то, когда вводили самозанятых, как эксперимент, у нас не учли эти моменты, что репетиторы могут оказывать свои услуги на дому, а бьюти-индустрия не может. Это не совсем законно. Ну и более того, жилищный кодекс противоречит, опять же, самозанятым. Но есть, я так понимаю, какие-то каворкинги. Вот у меня мастер, который меня стрижет время от времени, у него своего кабинета нет, он не работает в какой-то парикмахерской, но, тем не менее, там есть некий каворкинг, и там он снимает какое-то кресло, и вот там стрижет меня и остальных страждущих. Вот я так понимаю, здесь самая должна быть история, ну вот согласно закону, по крайней мере. Да, все верно, абсолютно верно. Но при этом я хочу обратить внимание, что сертификация от некачественных услуг вас никак не спасет. Более того, на сегодняшний день у предпринимателей российских более 120 неналоговых платежей, различные поборы, которые мы платим. И я боюсь, что сертификация станет очередным неналоговым платежом, который ни к чему хорошему не приведет, да, видимо, вы имеете в виду? Да, не принесет. Ну хорошо, а вот качество этих мастеров, которые сейчас работают на дому, как получается, не совсем по закону, раз нельзя это делать по санквинам. А оно какое? Есть ли какие-то случаи, которые говорят, что там что-то творится не очень хорошее? Случаи есть, и более того, есть у нас такие случаи, когда у нас врачи, псевдо-врачи с покупными дипломами оказывают различные инъекционные услуги, косметологические на дому, оформляясь самозанятыми. Вот у таких деятелей, да, ничего не проверить, и никто ни за какое качество не отвечает. А говорить о том, что вы можете там столкнуться с какими-то проблемами, да, вы можете. Но, опять же, сертификация вас не обезопасит от этих проблем. Ну да, в принципе, это зависит от мастера скорее, просто какой именно мастер. Если мастер хороший, то он что с сертификатом, что без сертификата, в общем, что-то хорошее сделает. На благоу мастеру не дадут сертификат, и все, разве нет? Можно, по крайней мере, потребовать сертификат, прийти и сказать, у тебя есть, дорогой друг, сертификат? Если есть, ты хороший мастер, а если нет, значит, ну, так себе, наверное. Смотрите, тут важны критерии оценки, кто и как будет оценивать. У нас пять лет можно в УЗИ отучиться и выйти с багажом знаний, а можно выйти недоспециалистом. Вот здесь однозначно точно так же. И более того, то, что красиво для вас, не факт же, что будет красиво для меня. У каждого из нас свои критерии красоты. Хотя бы безопасно. Уже, да, красота. Ну, и опять же, опять же, вот к слову об образовании, действительно, вот есть некий там у специалиста диплом, есть какие-то курсы наверняка различные. Ну, вот в индустрии красоты тоже сертификаты какие-нибудь есть, я не знаю, даже не знаю от кого, но от кого-нибудь. Ну, во-первых, на сегодняшний день вход в нашу профессию, если брать мастеров маникюра, очень простой и быстрый. Вы за неделю можете пройти курсы по специальности мастер маникюра и стать кое-каким специалистом на троечку. И дальше уже повышать свои навыки. А вот утверждать, что там через год вы станете там круче, лучше, и там в салоне или на дому, имея сертификат, это какой-то стандарт безопасности, но это ложное убеждение. Потому что непонятно, кто будет сертифицировать, как сертифицировать, как оценивать. Ну, мое опасение, что это обернется еще одним ненужным побором. Потому что самозанятые, не нужно забывать, это начинающие предприниматели. Вот сразу опять же вопрос, да, вот там у айтишников, там раньше, по крайней мере, были там грейды, да, вот ЦИСКа выдавала их и прочее. Там у психологов настоящих, я имею в виду, у них есть ступени обучения там в различных программах. Соответственно, ну, есть просто какие-то, может быть, саморегулируемые организации, которые сертифицируют различных специалистов, и которым можно доверять. И для того, чтобы, я не знаю, стать каким-нибудь супермастером маникюрного какого-нибудь дела, нужно прийти, сдать экзамен, какие-нибудь очень красивые ногти сделать, там двухметровые, да, и каждый разного цвета. Вот, и после этого тебе скажут, да, вот ты мастер, ты сделал шедевр, принимаем тебя в цех, так сказать. Вот какие-то такие вещи есть, что можно сейчас спросить, бог с ним даже с этими сертификатами, которые то ли будут, то ли не будут. На сегодняшний день, если специалист заканчивал курсы в школе, которая имеет образовательную лицензию, то, соответственно, его диплом отображается на госуслугах. И он может быть мастером маникюра третьего разряда, второго, первого. То же самое касается парикмахеров. Это на сегодняшний день есть. Тут вопрос того, какое учреждение выбирает сам ученик, куда идёт учиться. То есть, по сути, сейчас единственный способ проверить вообще, человек тебе придёт ногти болгаркой пилить и напильником, или с каким-то инструментом вообще понимает, что это такое, это, ну, по сути, наитие и госуслуги. Ну, и какое-то сарафанное радио. Ну, знаете, я немножко с вами тут не соглашусь. Почему? Потому что, ну, вот мы видим очень много специалистов там из стран ближнего зарубежья, которые к нам приезжают, ну, плюс вот с Украины был большой поток. Это люди с золотыми руками, которым, ну, вот просто вот их бог даровал стать парикмахером. При этом у людей нет вообще никакого образования, но стригут они и красят, как боги. И приходит человек, обвешенный 33-мя дипломами, и при этом ножницы держать не умеет. Вот сертификация вот эта вот, она на основании чего будет выдаваться? Каждый будет приходить там стричь, что-то там показывать кому? Да, понятно. Спасибо вам большое. Вопросы действительно есть, и ответы пока не очень низны. Но, возможно, в ходе продвижения этой инициативы что-то станет более понятно. Я напоминаю, что у нас в эфире была президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова. Что ж, спасибо всем за внимание. Хороших выходных. До свидания. До следующей недели. До свидания.